Блюда корейской кухни намного вкуснее, нежели в самой Корее. Такое признание сделал профессор Силтеха Ким Джису, посетивший ежегодный фестиваль культуры. Фестиваль традиционно начинается с мощных звуков корейских барабанов. Они призваны отгонять злых духов и создавать доброжелательную атмосферу. И действительно, вкусные блюда, выставка, концерт не оставили никого равнодушными. Первый раз пришел на данное мероприятие, на данный фестиваль. Для меня это что-то новое. Попробовал угощение, новшество, это как бы все равно новые блюда. Постепенно ознакомлюсь с данной культурой корейской кухни. Это очень классно, очень рад этому. Сегодня такая погода, такая переменная погода, то солнце, то дождь. Но когда я подошла к этому зданию, какие все нарядные. Такая масса, такая масса народу. И сразу настроение поднялось. Я участвую на этом фестивале во второй раз. Праздник мне очень нравится. Выступала со своей группой на сцене. Исполнили польку. Участвую впервые. Очень интересно. Отметим, в Казахстане проживает свыше 100 тысяч корейцев. В области около 8 тысяч. Фестиваль прошел под эгидой 35-летия Ассоциации корейцев Казахстана. В этом году уже 35 лет, да. И буквально осенью мы собираемся устроить грандиозное мероприятие. Ожидается постановка корейского театра. Приедут с Алматы наши партнеры поддержать нас. Ну и мы здесь тоже будем свою местную постановку ставить. Будет хронология всего того, что было сделано за 35 лет. Мы все это вам покажем. На фестивале было много гостей. Один из них – профессор из Южной Кореи Ким Джи Су. Это его третий визит в Казаларду в рамках сотрудничества между Сиу-Техом и университетом имени Корки Тата. Город ему пригляделся. Изучает казахский язык. В третий раз приехал в Казаларду уже как к себе домой. Был рад увидеть своих соотечественников. Такие мероприятия проходят и в Южной Корее. Скажу вам по секрету. Корейские блюда у вас вкуснее, чем у нас. Мероприятие украсили традиционный танец с веерами и праздничная концертная программа.